Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 10 июля 2018 года, вторник. «Влияние Раху на жизнь современного человека» Игорь Селенок и Алексей Орлов в эфире сегодняшнем. И вот эта передача, она продолжает тему роли в астрологии. Итак, что такое за страшный зверь Раху Игорь нам рассказал. А теперь пришло время поотвечать ему за свои слова на вопросы и реплики. Итак, Стефани А. Вопрос в эфир. «А как разузнать, есть ли в моем доме Раху? А то мало ли». Спасибо. Прошу прощения, не услышал, кто задал вопрос. Стефани. Стефани, благодарю вас, Стефани, за ваш вопрос. Как разузнать, есть ли в вашем доме Раху? Ну, это, скорее всего, будет несколько, неверно несколько звучит, поскольку у всех есть Раху. Если говорить о натальной карте, да, вы можете построить свою натальную карту посредством, даже на любой человек, зайдя на тот или иной сайт, где это можно сделать, таких сейчас огромное количество, вы сможете увидеть, что Раху занимает какую-то позицию. То есть это безусловно. Раху влияет абсолютно на каждого человека в той или иной степени. Соответственно, в каждой позиции это будет давать определенное качество, давать определенную сноску. Если говорить о нумерологической позиции, мы здесь в рамках этой передачи больше делаем акцент на именно нумерологическую позицию, то есть нумерологическую систему. Хотя, опять же, в учете есть и астрология, и нумерология, и хирология в том числе. И Раху также проявлены на руках. То есть у каждого человека это будет. В зависимости от индивидуальной кармы это будет давать разное воздействие, разное будет проявлено. В нумерологической карте Раху определяется под четверочкой, или теми числами, которые в сумме дают четверочку. Это четвертое, соответственно, тринадцатое, двадцать второе и тридцать первое число любого месяца. Это будет число души. Также в сумме можно сложить, ну, вам для этого эффективнее было бы посмотреть эфир, где мы непосредственно разбираем, как сделать расчет, первичный расчет по варнам. И вы посмотрите, что Раху по четверкой может занимать позицию как числа судьбы, так числа души. Также Раху может занимать позицию числа метода, числа подхода. Есть еще такое понимание, как экспрессия. Мы вообще еще не разбирали эту тему. Это тема отдельная. Я думаю, что мы к ней еще сможем прикоснуться. Тоже очень интересная тема, которая показывает и дополнительную варну, которая показывает и дополнительные планеты. То есть, в зависимости от того, какой вы будете делать расчет, там у вас и будет Раху. Но Раху это 4, если говорить о том нумерологическом, о нумерологической системе, которую мы рассматривали в рамках всех передач, прежде всего со мной связанных. Поэтому найдите, пожалуйста, на Народном славянском радио, на сайте или на YouTube-канале этот эфир. Посмотрите, если у вас будут какие-то вопросы, задайте ваши вопросы, я с радостью отвечу. Кстати, недавно я тоже получил один такой вопрос по поводу первого своего эфира, по поводу расчета. То есть, люди задают вопросы, получают ответы. Ну, вопрос только во времени, потому что загрузка бывает большая, и я не всегда успеваю отвечать сразу. А так, без проблем, напишите, я вам дам ответ. Когда посчитаете, когда сделаете расчет. Благодарю вас, Техан. Хорошо, следует еще отметить, что Игорь представляет юго-восточное направление, и поэтому варны слово, оно и представление варных несколько отличается от северного направления, гиперборейского. Поэтому вот это учитывайте, когда будете какие-то прослушать передачи с Игорем обязательно, потому что юго-восточное направление отличается от варновости, от северного. В северном там более интересно, все развернуто, завернуто и так далее. Вот, поэтому, потом, чтобы они не сдавали. А вот Игорь сказал, а потом вот Алексей или кто-то другой сказал, каждый рассказчик говорит, исходя из своего представления, своего направления. Вот, учитывайте, а не упирайтесь просто рогом в слово варны. Такое вот мое пожелание. Значит, ты говоришь, в любом доме есть это раху, да? Так, как этот зверь выглядит, пойду поищу его у себя в доме. А то приснится еще ночью, испугаясь, потом заикой буду, буду так проводить эфиры. Так, ладно, Юлона Стоянова, вопрос в эфир. Игорь, как долго раха будет на нас влиять? С какого числа он вступил в полную силу? Ого! Ой, Юлон, завернул вопрос. Юлон, благодарю за этот вопрос. На самом деле, я в этом смысле, наверное, даже не подготовлен, с какого числа вступил раху в силу и будет нас влиять. Я бы даже так сказал. Так как я в большей степени ориентируюсь на индивидуальную практику, то я и рассматриваю индивидуально, да, каждого человека и то, как в жизни его это проявляется, вот, нежели чем в общем. И, в общем, я могу сказать так. Ближайшее затмение будет 13-го числа. Это солнечное затмение, соответственно, я бы не рекомендовал вам, вот, 13-го этого месяца, я бы не рекомендовал планировать на этот день какие-то слишком важные события. Я бы рекомендовал подготовиться, да, успокоить свой ум и встретить, так сказать, это затмение, ну, в более таком возвышенном умонастроении. Как я уже сказал, что раху дает как иллюзию, так и углубление в какой-то духовной практике, то есть какие-то, может быть, даже откровения или озарения в этом смысле, то благоприятнее было бы в тему затмения войти вот в подобном состоянии, в подобном умонастроении или каких-то планах на это направлено, да, те же самые паломнические поездки, любого направления, какие-то места силы или святые места, опять же, все исходя из вашей какой-то традиции, поскольку я в этом отношении, ну, наверное, космополитичен в каком-то смысле, да, для меня творец проявляется через все, что в этот мир приходит, вот, но, тем не менее, вы в своей традиции, в своем направлении можете совершать какую-то духовную практику, и это будет более благоприятно, чем если вы акцентируете свое внимание на что-то такое больше материально направленное, потому что, ну, вот такое влияние раху, да, как затмение, оно несет чаще всего какие-то преграды и сложности. Вот, пожалуй, такой будет ответ, по-моему, следующее затмение будет лунным, оно, если мне память не изменяет, 24-го числа, но я могу ошибаться, по-моему, 24-го числа, но, тем не менее, вот такой вот ответ, скажем так, в этом я немножко не подготовлен. Я думаю так, что, Елона, дело в том, что раху, как было сказано, присутствует в любом доме, вот, то, да, так или иначе, оно на что-то влияет, поэтому долго ли будет нас влиять, я думаю, что будет влиять всегда и постоянно, из какого числа вступил, вот, с какого человек появляется на Земле, с такого и вступил для этого человека, а вот насколько там, вот это вот, как Игорь сказал, индивидуально, поэтому здесь просто так разбрасываться направо-налево какими-то мыслями, наверное, не стоит, надо просто присмотреться к себе, и если это направление интересно, и если в нем хочется разобраться, то надо в нем разбираться, и если не интересно, тогда чего просто вопросы задавать. Так что, есть желание, вот, вперед, изучаем направление и применяем его на практике. Вот, а с точки зрения себя самого, я так вот думаю, мне ни разу никогда не удавалось посмотреть солнечное затмение, ни разу, вот как только что-то где-то намечается в моем рядом вот присутствии, в моем окружении, какое-нибудь солнечное затмение там или лунное, обязательно облака все затягивают, вот прям сказочное свинство какое-то, вот, то ли уберегают меня, то ли говорят, не занимайся глупостью, я не знаю. Ну, ладно, идем дальше. Наталья Панкова, вопрос эфир. Игорь, а что вы можете сказать о коридоре затмений, который, как говорят, начнется с 13 июля? Ну, вот ты сказал уже про солнечное и лунное. Какие-то там еще затмения в этом коридоре могут встречаться? Может, какая-нибудь там звезда за звездочку зайдет, шарик за ролик заскачет? Что касается коридора затмений, как я уже, в принципе, я уже по этому поводу сказал свое мнение. Можно строить разные планы, конечно же, можно строить различного рода там ситуации. Но, как правило, в коридор затмений человек получает очень хорошую возможность для какого-то духовного прогресса, прежде всего. Что такое духовный прогресс? Ну, это к совершенствованию себя в отношении служения окружающим людям. Какие-то важные дела, ну, я вот, опять же, я сейчас скажу, не планируйте, да, важные какие-то дела. Но в вашем индивидуальном, например, в гороскопе будет что-то совершенно иное. Да, и у вас там этот период будет расположен к более благоприятным. И этот период он будет давать, может быть, с отягощением каким-то, но какой-то благоприятный результат. А я вас сейчас возьму и, скажем так, на эту тему настрою, что нет ни в коем случае ничего. Друзья, все достаточно сильно индивидуально. Она зависит, первое, от индивидуальной кармы человека, от линии на руках человека, есть ли там какие-то помехи, преграды и так далее, дополнительные, именно в индивидуальном порядке. Кроме того, это зависит еще от умонастроения человека очень сильно, потому что гуны, они носят очень важный характер. Очень важный характер. И на это все нужно обращать внимание. Разумеется, я бы рекомендовал, для того, чтобы получить больший прогресс именно в духовном смысле, я бы рекомендовал в эту сторону направить свое внимание. Может быть, это звучит несколько фанатично, но мое понимание заключается в том, что если мы развиваемся духовно, то в материальном плане нам становится развиваться намного легче. Почему? Потому что наше мышление меняется. А если меняется наше мышление, то мы лучше видим какие-то возможности, больше видим этих возможностей, эффективнее можем действовать. Вселенная нам помогает и способствует. Поэтому, как бы это фанатично не звучало, я бы рекомендовал направить свое внимание в этом направлении. Почему? Потому что это может дать хороший скачок, хороший прорыв. Здесь написано. Оказывается, в этом месяце пятница 13-я, да еще в этот день затмения. Красота, красота. А кто пишет? А у меня все дни любимые, вот Стефани пишет. А кто там пишет? А у меня вот 13-й день счастливый, и у папы тоже у отца так было. Так что, видите, у каждого свое. Ладно. Идем дальше. Юрий, кроме числа, месяц рождения сильно влияет? Юрий, здравия вам, благодарю вас за вопрос. Месяц рождения влияет, также влияет. Но если мы, опять же, вернемся к расчету, то даже по варнам месяц дает 10%. 10% от варны или 10% от планеты. Опять же, под каждым числом кроется планета. Соответственно, это дает, ну, такое, небольшое влияние. Опять же, метод и подход имеют некую разницу. То, как человек представляет. Ну, если так совсем, совсем по-простому передать это. То, как человек представляет, как бы он это сделал, да. И то, как человек будет действовать. Ну, это уже такие нюансы. Я не помню, если честно, раскрывали мы этот вопрос в эфире или не раскрывали. Но это нюансы такие, достаточно незначительные. Достаточно незначительные. Поэтому я обычно на это сильно большого акцента не делаю. Ну, вот так вот влияет на 10%. Понятненько. Александр вопрос задает. Говоришь, да, планеты действуют, если запихнуть в голову. Это как в берлогу. Не подключаешь ли ты сейчас массы к этому самому раху еще один канальчик-заморочек для подсознания? Благодарю вас за вопрос. Ну, на самом-то деле, конечно же, так и есть. Если мы о чем-то говорим, то мы, безусловно, в эту сторону направляем свое внимание. А, соответственно, своей силой. Да? Это абсолютный факт. Ну, по крайней мере, в моей жизни я этому нашел уже огромное количество подтверждений. Но важно понимать, что можно, конечно, пребывать в невидимом тотальном. И это прекрасная позиция. К сожалению, я в своей жизни пришел к другому мнению, потому что мой опыт нахождения в неведении и в иллюзии, он носит несколько неблагоприятный такой характер. Вот. Поэтому, когда я познакомился с этими знаниями, да, в некотором смысле это заморочки. Я спорить не буду. В зависимости от того, какое сознание у человека, он будет либо сильно заморачиваться, либо менее заморачиваться. Так как мне эта тема и область интересна, я, ну, в каком-то смысле заморачиваюсь и углубляю свои познания в этом отношении. Но человеку не обязательно там заморачиваться на этот счет. Я, помимо того, чтобы дать вот эти заморочки, рассказал человеку о том, куда стоит направлять внимание для того, чтобы выйти из-под этого воздействия. Ну, либо выходить более мягко из-под этого воздействия. А так или иначе, стрессы в нашей жизни присутствуют. Просто сейчас вы в большей степени понимаете, с моей точки зрения, с точки зрения именно этого ведического ракурса, понимаете, с чем это может быть связано и как с этим можно справляться. Можно и по-другому. Никаких проблем нет. Я не навязываю, я не говорю, что это единственная верная точка зрения или какая-то высшая истина. Ни в коем случае. Но, тем не менее, тем не менее, когда мы имеем представление о чем-то, я считаю, что это как предупрежден, значит вооружен. Вот иди. Ты знаешь, я думаю, что... Извини, что перебил. Я думаю, что людей огромное количество, психотипов огромное количество. И в Арновости, и по Восточному, и по Северному ходу тоже там очень много чего интересного. Когда все это вместе складывается, и предназначения здесь жизненные учитывают, то одному, например, пребывание в невежестве – это для него польза, это хорошо. Вот все, что бы ни произошло, он на кого-то сваливает и так далее. Для другого различная информация очень полезна, и он может на что-то ссылаться, как эта сказка про осла, которого научили, и он теперь любую свою глупость цитировал. Вернее, создав какую-то глупость, он все время рассказывал какую-то цитату из Ницше, например, и говорил, что так, наверное, нормально. А кто-то воспринимает информацию с учетом того, как себя вести в жизни, где-то поостеречься, как вот карту. Вот есть карта, например, местности. Человек понимает, что если сюда пойду, здесь канава, сюда пойду, здесь гора. Вот тут есть дорога, которая между канавой и горой меня проведет и приведет туда-то. Поэтому каждый может эту информацию взять себе в голову, как в берлогу заложить. Каждый может себя настроить на что-то и говорить, ну вот, опять раху там светит или там долбанул, мне не повезло. А кто-то скажет, так, завтра вот это, я, значит, буду вот это делать осторожней. Вот тут, наоборот, я внимание обращу, и у меня будет очень все хорошее. То есть для каждого что-то свое. И если человеку это не надо, то самый простой способ прослушать эфир, потом сказать, как классно все рассказано, и выбросить это из головы и забыть. Кто захочет применять в жизни, он будет разбираться, может быть, чем-то это будет полезно в жизни. Я думаю так. Я присоединяюсь, Алексей, благодарю. Хорошо, идем дальше. Белый волк, вопрос. Так те, кто под влиянием раху, это все биороботы? Благодарю вас за вопрос. Ну, как сказать биороботы? Человека можно, конечно, рассматривать с этой точки зрения. Ну, какова цель? Конечная цель вот такого рассмотрения или такого исследования. Если конечная цель заключается в том, чтобы оптимизировать какой-то потенциал и развить в себе качества, которые способствовали бы прогрессу, можно рассматривать как биоробот. По мне так никакой разницы нет. Можно, конечно, и с этой точки зрения смотреть. А можно смотреть с точки зрения того, что мы сюда приходим для того, чтобы стать лучше, для того, чтобы быть счастливыми. И невозможно быть счастливым, только требуя окружающих того, чтобы они удовлетворяли какие-то наши желания. Мы автоматически программируем этот мир, чтобы он от нас чего-то требовал. Но если мы начинаем удовлетворять какие-то желания, ну, я бы, об адекватности, опять же говорю, окружающих какие-то желания, то есть сделать их жизнь чуточку счастливее. Тут неважно, биоробот или не биоробот. Но я понял, что это вопрос такой больше риторический и с чувством юмора. Но, тем не менее, как обычно, чтобы его без ответа не оставлять, я воспользуюсь возможностью рассказать о том, что можно сделать своих близких счастливее. Благодарю. Ты знаешь, в каждой шутке есть доля шутки. Поэтому, с одной стороны, с точки зрения, если мы рассматриваем современные науки, то все живые существа – это биороботы. Вот вообще все живые существа – биороботы. У которых есть компьютер, у которых есть двигательная часть, они все между собой связаны. У каждого есть программа действий, наработка своих каких-то качеств, наработка каких-то знаний. Это все укладывается вместе. И все это биороботы. С точки зрения высшего, божественного, каждый человек уникален, и это божественное творение. Это божественная сущность, воплощенная в чем-то. Если с точки зрения какого-то учения рассматривать, то каждый человек может быть аватаром Бога, аватаром какой-то высшей сущности. А кто-то скажет, да ладно, все фигня, человек – это и есть человек. То есть вопрос, с какой точки зрения вы на это все смотрите? С одной – биороботы, а с другой – нет, с третьей, там еще кто-то. А если смотрим ведические, то здесь есть элементы того, и третьего, и четвертого. Вопрос – кто у вас больше проявлен? Вы вообще как себя ощущаете? Какая у вас справочка от врача? Ну, ладненько, идем дальше. Стефани. Вопрос в эфир. Скажите, астрономы видят раху в телескопы? Спасибо. Я вот спрашивал про дом, как этот зверек выглядел. Стефани спрашивает, а как там астрономы видят ли эту самую раху в телескопы? Спасибо. Отлично, благодарю, Стефани. Значит, если говорить о том, возможно ли вы видеть раху, то даже если вы вооружитесь телескопом, то это невозможно. И это вам не поможет. Раху – это тонкоматериальная планета. Об этом тоже можно, конечно, еще одну лекцию рассказать. Целую лекцию и как это все устроено. Но суть в том заключается, что раху не является как таковой планетой, имея физическое тело. Тонкоматериальное в том смысле, что она имеет тонкую структуру, тонкий план. И расположена раху и кету, потому что кету – это другая сторона или другая часть этой же, одной и той же личности. Они просто расположены по обе стороны напротив Луны и вращаются равномерно. Если говорить астрономически, то это точки эклиптики, то есть пересечения, движения, траекторий других светил. Поэтому невозможно. Но если говорить с ведического ракурса, то раху как раз таки можно увидеть в момент затмения. Собственно затмение, тень, отбрасываемая на Луну или на Солнце, в большей степени речь пойдет о Луне, и является как раз таки раху или кету, в зависимости от нюансиков. Но суть в том, что раху является именно той самой тенью, тонкоматериальной. Понимаете? Я понимаю, что это может для понимания звучать достаточно сложно, но тем не менее говорится примерно вот так. Физического тела нет, есть тонкое тело, и посредством тонкого тела оказывается воздействие определенных вибраций. Но это тоже, это такая уже более глубокая история, в которую можно на уровне обывателя, наверное, даже не заморачиваться. Но если в качестве любознательности, это достаточно открытая информация. В интернете просто полно сейчас подобного рода информации. И самое интересное, что она достаточно вся адекватная. То есть не так много какой-то путаницы в этом отношении. Не так много. Понятно. В общем, все мозги разбил на части, все извилины заплел. Трина спрашивает, вы понимаете то, что вы не понимаете? Хорошо. Вот Оксана Брейнер написала, что я биоробот? Этого не может быть! Я существую, я чувствую. Оксаночка, самое важное здесь отметить, что все биороботы чувствуют и существуют, как им кажется. Ну ладно, а теперь вопрос от нее. Здравия! Я родилась 22-го, 0-2-го. Не думала, что это Рахва во всем виновата. А я думала, что я сама по себе такая. Наталья, здравия вам и благодарю вас за ваш вопрос. Оксана. Оксана? Прошу прощения. Оксана. Здравия вам, Оксана, и благодарю вас за ваш вопрос. Но, скажем так, что не Раху во всем виновата. Как я уже сказал, что когда человек приходит в ту или иную дату, в то или иное расположение планет, это обусловлено прежде всего его кармой, а соответственно его желаниями. То есть, формируя какие-то желания, мы формируем карму. Хотим мы этого или нет? Просто так это работает. Поэтому сказать, что Раху в чем-то виноват, нет, Раху и его положение просто дает некую сноску относительно, какие качества присутствуют, над чем стоит поработать, в какую сторону посмотреть, какие есть сильные и слабые стороны, как это более эффективно реализовывать в жизни и так далее. Поэтому тут не Раху виноват, а здесь непосредственно индивидуальная ситуация каждого, с которой он приходит. Если говорить более глубоко, то это все связано с душой. На тонком плане все это прописано. Тонкий план формируется посредством наших желаний. Но это тоже уже глубоко в дебри. Не хотелось бы, скажем так, все это сейчас поднимать, потому что это тоже огромная тема и очень сложная, как говорится, проверяемая тема в рамках одного воплощения. Поэтому тут можно так доверять, понимать, что есть вот такие задачи, есть эти качества, есть, но не могу что-то делать. Могу не делать. Все зависит от наших целей. Ну да. Могу копать, могу не копать. Хорошо. Стефани, вопрос в эфир. Можно ли регулировать влияние Раху и Луны? Если можно, так сказать. Спасибо. Стефани, возьми рогатку, и как только Луна на горизонте, так в нее, так, пабамс, чтобы она там. Ну давай, рассказывай, можно ли как-то регулировать влияние? Да, регулировать влияние можно, если так можно выразиться, конечно. И как раз-таки УПАИ, или техники гармонизации, они направлены на это. То есть мы посредством того, что меняем какое-то свое, прежде всего поведение и умонастроение, способствуем тому, что планеты влияют по-другому. Потому что влияние, например, если говорить о Раху, влияние Раху может проявляться в разных умонастроениях. В невежестве это будет, если рассматривать одну личность, это будет личность, которая злоупотребляет интоксикациями, это будет личность, которая тотально критически относится ко всему, всем окружающим, всех обвиняет. во всех своих проблемах и бедах. Это будет личность, которая будет ругаться бранной речью, находиться в грязи, находиться в какой-то там, ну, прям вот в ужасном таком состоянии. И самое интересное, что такой человек будет гордиться этим. Если такого человека помыть, то это никак не повлияет. Это в действительности никак не повлияет. Потому что гуна будет сильно проявлять, дополнительно проявлять вот эти качества. Качество именно невежества. Через вот эту планету. Если говорить о раху в страсти, то это неудержимое стремление к каким-то достижениям, это неудержимое стремление к, ну, или вожделению. Это человек, который, ну, скажем так, может, ну, если говорить о страсти, то он может законы формировать под себя. В невежестве это человек, который будет нарушать законы. Прям вообще не обращая внимания на что. Нарушать законы, вплоть до таких серьезных преступлений. В страсти это человек, который будет все как-то под себя, манипулятивными какими-то схемами руководствоваться. Ну, и так далее. Если там говорить об каких-то интоксикациях, то это уже будет не просто там непонятно что. Это будет уже какой-нибудь элитный там, алкоголь. Но все равно это будет вектор в невежестве. Если говорить о благости, то это человек, который понимает глубоко законы мироздания, глубоко чувствует эти вещи. Это будет очень проницательный человек. Это будет интуит. И каждое действие такого человека, оно будет бить в точку. Это человек, который будет очень сильным качеством ответственности. Очень целеустремленный, но не целеустремленный ради того, чтобы удовлетворить свои какие-то чувственные вопросы. А человек, который будет действовать во благо общества, потому что Раху, они в том числе еще и глобалисты. И, конечно, у каждого человека это будет проявляться в какой-то смысле по-своему. Плюс еще важно понимать, что гуны могут быть перемешаны. И вот это будет носить более определяющий характер. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, ну, скажем так, я, в принципе, ответил на ваш вопрос, здесь много нюансов, очень много нюансов, и сказать, что только вот так вот или по-другому не может быть, это будет неправильно. Хорошо. Стефани написала. Что-то сегодня мало улыбается наш Игорь. Хорошо. Это Раху. Это Раху. Геннадий Романенко. Вопрос эфир. Как Раху влияет в качестве невежества, страсти, благости? Благодарю. Благодарю вас за вопрос. А я вот, собственно, уже вкратце, но немножко пояснил. Ясненько. Идем дальше. Ясновидящий нас предвидящий событие. Владимир Орлов. Немного отклонусь от темы, но недалеко. Подсказали, что бог Сива, то есть по-дравитски бог Шива, взял себе в жены богиню Кали. Будь добр прокомментировать немного это высказывание. Благодарю вас за вопрос. Ну, я не могу назвать себя компетентным человеком или специалистом даже в этой области. И как бы, да, есть. Эта информация присутствует. Присутствует в том числе в открытом доступе. Я не возьмусь просто это комментарий. Я даже не знаю, с какой стороны к этому подойти. Есть Кали, мы сейчас живем в эту эпоху. Есть, если говорить о Кали, то это материальная энергия. Даже не знаю, что здесь добавить. То есть, либо вы конкретизируете, в каком векторе хотя бы комментарий дать. И если я буду понимать, что я компетентен, то я прокомментирую. А так я прям даже теряюсь, что сказать тут. Ну, ладно, растеряешься. Переходим к следующим вопросам. Стефани, вопрос эфир. Скажите, а в индуистской астрологии используют неподвижные звезды или градусы? Благодарю за вопрос в индуистской. Мне не очень нравится вот это разделение, конечно, насчет индуистской или индуистской. Но, тем не менее, все зависит от того, какой специалист. Я вот так скажу. Потому что можно использовать для консультации и западный подход. И в Академии времени непосредственно обучение происходит в том числе и с уклоном в западный подход. То есть с учетом западного подхода. Поэтому сказать, что там в индуистской, ну, мне сложно сказать. Я в своей практике в большей степени использую руки, использую нумерологию. Если вас интересует вопрос того, как именно отдельно в индуистской, ну, это надо просто к соответствующему специалисту в этом смысле обратиться. Потому что, ну, я смотрю на это больше целостно. Если нумерология дает понимание, и не важно, да, это вот восточная нумерология или там пифагорейская нумерология, она дает возможность для того, чтобы помочь человеку возвысить его какое-то сознание, чтобы он стал прогрессировать духовно-личностно, чтобы он весь свой потенциал оптимизировал и направил в этом направлении, в каком-то направлении развития, то это, собственно, благоприятно. Почему бы не использовать этот инструмент? Ну, и вот так вот разделять, я считаю, это неправильно, поскольку задача-то астрологии в том и заключается. Не в том, чтобы рассказать человеку о прошлом, настоящем и будущем, а в том, чтобы дать человеку именно те рекомендации, которые максимально поспособствовали бы его духовному и личностному росту в момент времени, вот в данный момент времени, с учетом влияния план мира, с учетом того, что астролог видит в его карте или на его руках в будущем, чтобы гармонизировать ситуацию, потому что линии на руках меняются, и планета может в страсти сыграть одним образом, в благости сыграть другим образом. Соответственно, если человек разрешает свое сознание, то для него и период по-другому будет работать. Вот такой я дам несколько, может быть, неточный на ваш вопрос ответ, но, тем не менее, в Академии времени, а я могу представить именно эту школу, в Академии времени обучают как и западному подходу, так и восточному. Соответственно, там делают акцент и на неподвижные градусы, как вы сказали. Я лично в эту систему сильно не углубляюсь. Хорошо. Ну что же, все вопросы реплики озвучены, теперь пришло время нам приступить к заключительной части нашего сегодняшнего эфира и что-либо, может быть, пожелать или подвести какую-то жирную черту подсказанным. Пожалуйста. Ну и, как обычно, в завершении эфира я могу сказать следующее. Друзья, вне зависимости от того, какая планета стоит определяющей или какая планета носит определяющий характер в вашей карте, на ваших ладонях или в вашей нумерологической карте, важно то, как вы будете двигаться и как вы будете справляться с теми ситуациями, которые вам приходят. Если вы направите свое внимание на то, чтобы увидеть в этом урок и поменять себя, поменять свое восприятие и свою модель поведения, то, соответственно, и ситуации в жизни будут меняться, будут приходить совершенно нового качества уроки и жизнь наша будет гармонизироваться. Если же мы будем делать акцент только на тему того, что вот у меня такие планеты и они вот так вот на меня воздействуют и что же мне с этим всем делать. Но, к сожалению, такая ситуация не самая оптимистичная и не самая выигрышная. Поэтому, безусловно, на нас влияет планеты, безусловно, на нас влияет наша карма и сказать, что справиться с этой кармой очень просто, я не буду говорить так. Я скажу, что если прикладывать усилия, то мы тренируем в себе привычку прикладывать усилия для того, чтобы преодолевать нашу собственную карму. Если же усилия не прикладывать, то можно продолжать двигаться по вектору минимального сопротивления, и тогда точно карма нас будет настигать. Настигать очень жестко, но все это необходимо нам для того, чтобы мы проснулись. Поскольку, если мы стремимся к тому, чтобы просто наслаждаться, ну, Вселенная будет создавать для нас максимально возможные условия для того, чтобы мы развивались даже в наслаждении. Поэтому я желаю всем радиослушателям и зрителям пересмотреть свою жизнь, пересмотреть свою позицию в отношении своей жизни и наметить какие-то цели, наметить какие-то планы, в чем бы вы могли еще развить какие-то свои качества или каких качеств посмотреть, каких качеств вам не хватает для того, чтобы справиться с той или иной ситуацией, которую вы в своей жизни сейчас наблюдаете, проживаете, ну, или которая, может быть, вас в действительности выбила из колеи или гложет. То есть важно понимать, что важным или определяющим является то, какова наша цель и куда мы будем двигаться. А планеты, они могут нам либо помогать, либо создавать нам сложности. В любом случае, если у вас будут какие-то вопросы, вы можете найти меня в ВКонтакте, Игорь Селенок или в Фейсбуке или где угодно в Инстаграме. В прошлых эфирах есть вся информация. Я не знаю, возможно, в этом эфире тоже она будет где-то под видео. Но, тем не менее, я каждому из вас желаю только оптимистичного настроения и духовных и материальных благ. Благодарю вас за ваше внимание, благодарю вас за ваши вопросы. И до встречи в следующем эфире. Мы поговорим о Меркурии, о его влиянии. И, по-моему, это будет даже тоже это будет в июле, но чуть-чуть позже. Благодарю. Благодарю, Алексей. На сегодня у меня все. Хорошо, благодарю. Надеюсь, к следующему эфиру ты разберешься, как там в новом скайпе запустить презентацию, чтобы все было хорошо и замечательно. Хотя, в принципе, и так было все понятно и доступно. Ну что же, мне остается напомнить, что по одному из современных календарей 10 июля 2018 года, вторник, Игорь Селенок нам рассказывал про влияние Раху на жизнь современного человека. Это передача из серии «Роли в астрологии». А я, ведущий Народно-Славянского радио по совместительству главный редактор Алексей Орлов, прощаюсь с вами, желаю всего самого-самого доброго. Для того, чтобы изменить мир к лучшему, так, по секрету напомню, необходимо сделать простые движения. Первое – это подписаться на канал Народно-Славянского радио. Дальше – отреагировать, понравился эфир или нет. Ну и, естественно, поделиться с друзьями, если эфир того стоит. Вот теперь до свидания, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру. Народно-Славянское радио Для пытливых умов Славянское радио Славянское радио Славянское радио